Всем привет! И с вами снова я, Полина. И в этом видео мы продолжаем с вами искать варианты для того, чтобы избежать использования высокотемпературных приборов в создании укладки. На этот раз мы снова будем заплетать косы. Как и в прошлом видео, эту прическу вы сможете сделать перед сном и на утро распустить волосы. Либо вы можете заплести эти косы с утра, так как такая прическа подойдет как и для учебы, и похода на работу, и в спортзал. И вечером, когда вам уже понадобятся красивые локоны, вы распустите косы и увидите, что получится. Так, на еще еле влажные волосы я наношу немного thickening spree от Bumble and Bumble для того, чтобы помочь волосам быстрее схватывать поставленную перед ним задачу. А именно, мы же хотим, чтобы наши локоны получились более текстурными и продержались дольше. И разделив волосы на две равные части, я сразу же одну из них убираю в пучок и закрепляю с помощью крабика. Посередине пробора, от лба до макушки, я выбираю достаточно толстую прядку. Эта прядка будет нашей основой, поэтому не жадничайте и выберите достаточно толстую, чтобы ее хватило на все оставшиеся пряди. Назовем эту прядь номер один. Выбираем прядь номер два. И берем ее у самого лица. Закладываем прядь номер два поверх первой пряди. Пальчиками схватываем вторую прядь, протаскаем в окошко между первой и второй прядкой и затягиваем узел. И далее повторяем те же самые действия, просто каждый новый раз. В прядку номер два добавляем прядку из общей массы. Укрепляем ее. Итак, вот наша прядка номер один. Вот наша прядка номер два. Накладываем прядку номер два поверх первой пряди. Пальчиками захватываем прядку номер два и протягиваем в полученное окошко. И затягиваем узел. Пальчиками захватываем прядку номер два и протаскиваем в полученное окошко. И продолжаем повторять те же самые действия до тех пор, пока все волосы не будут вплетены в эту косу. Ведем плетение по периметру головы. Видите, о чем я говорила? Пятка номер один истощается и к концу ее становится все меньше, в то время как прядка номер два растет. Поэтому ближе к концу, если мне не хватает прядки, я иногда немножко мухлюю и добавляю прядку из общей массы волос в прядку номер один, чтобы хоть капельку поддержать ее. Вот прядка номер один стала чуть крупнее. Я захватываю последнюю прядь, добавляю ее в прядку номер два, накладываю прядку номер два поверх первой пряди, хватаю пальчиками прядку номер два и протаскиваю в полученное окошко. Вуаля! И теперь все, что нам осталось сделать, это доплести эту косу до самого конца. Все, что нам остается, это наложить косичку на косичку на затылке и закрепить с помощью невидимок. Оставшиеся длинные хвостики я сбрызнула небольшим количеством thickening spray от Bumble on Bumble и закручу их в кольца и закреплю в таком положении с помощью невидимок. Ну вот и все, эта прическа готова. А теперь я отправляюсь на спорт по делам, а вечером перед встречей с подругой я распущу косы и мы посмотрим вместе, что из этого получилось. Ну вот и все, день пролетел незаметно и пришло время распускать наши косички. Чтобы сделать локоны менее ломкими, я сперва прочешу волосы по всей длине. Нанесу на волосы Finish Spray от Bumble on Bumble. Нанесение этого спрея поможет мне разделить распушившиеся после расчесывания волосы на отдельные локоны. Еще немножко этого спрея на кончике волос и не переусердствуйте с этим спреем, потому что он обладает слегка маслеистой текстурой. И наносить его нужно исключительно на длину. И вот какой результат мы получили. Для добавления укладки некой асимметрии я забрала тоненькую косичку с левой стороны. Надеюсь, вам понравилось это видео. Если да, то ставьте пальчики вверх, забирайте это видео в избранное, оставляйте свои комментарии внизу и делитесь этим видео со своими подругами. А я с вами прощаюсь и хочу пожелать вам жаркого яркого лета и безмерного веселья. До новых встреч! Пока! Для добавления прически так. Так, ты еще работаешь? Да. И безвозмездного, безмерного веселья. Жаркого. Яркого. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok